И, безусловно, семья, как вот один из таких пространств консерватизма, является основным элементом, одним из базисов, на котором формируется, вообще как бы и держится в глобальном смысле человечества. Что быстрее всего, то вымирают общества, которые сократены с областью. И Европа будет в этом смысле тому показать. Сегодня мы собрались по очень важному поводу. Институт семьи и все вытекающие из этой проблематики вопросы, и вопросы, естественно, связанные с институтом семьи, они, наверное, включают в себя и проблематики молодежи, о чем сейчас говорил уважаемый господин Мороденко. И проблематика связана с детства, материнства, и с сокровным спектром самых серьезных, самых острых вопросов, которые сегодня стоят перед нашим обществом. Таких очень серьезных документов, которые сейчас широко обсуждаются в христианском мире. Тема, которая сегодня задана, чрезвычайно откровенно. То, что мы сегодня закладываем, плоды будут в будущем. И воспитание детей, ценности семьи, это, конечно, главное в нашей жизни, но должна об этом очень сильно задуматься. В основном, в свое время, Мартин Лютер, основатель, так скажем, ну или главный диолог ветеранской церкви, он предложил такое представление, что если бы произошло падение окончательной церкви вообще во всем мире, если бы пришли супостатры и захватили все церкви и разрушили все алтари, то христианская вера, ну или вообще истинные ценности, они сохранились бы в семье, обученной изначально основам веры. И поэтому основной упор в церкви был сделан, в первую очередь, на семью, где отец или глава семейства, может быть, в принципе, и мать из-за отсутствия отца, обучает основу веры молодого поколения, своих детей, которые впоследствии передают этот опыт, ну, можно сказать, это наподобие предания, то есть, который переходит из уст в уста от родителей к детям и так далее, с поколением к поколению. И в этом отношении, если передавать эти ценности с поколением, то, конечно, устоит общество, устоит и государственность, устоит и чужие церкви. И с другой стороны, мы видим, например, на Западе, что есть, так сказать, тлетворное влияние свободы, то есть, хотя Господь и дал всем людям свободу изначально, то многие воспользовались своих корыстных интересах. И получилось так, что церковь заняла, в общем-то, государственную позицию и продвинулась от государства. И это очень большой проблемой стало на Западе, потому что не винировалось таковое понятие веры. И, в общем-то, я думаю, что, не дай Бог, конечно, но, в принципе, это в розыгрыше для нас достаточно опасно, потому что в современном обществе, я считаю, что гыденный человек, который, в общем-то, не ходит обычно в церковь и посещает Синагогу или мечеть, он, в общем-то, относится к религии, ну, как бы сказать, в прохватстве. Ну, я буду заблуждаться, безусловно. Вот. Большая частью это происходит потому, что и религии относятся к нему, в общем-то, в общем-то, так же. Потому что миссионерская работа с религией на высшем населении проводится, а мы проводим свою работу, как и с теми, кто уже попал в ряды нашей церкви или в ряды наших прихожан. Я думаю, это большая проблема, и нужно развивать, в первую очередь, работу с неверующими людьми или с ищущими, как я правильно назвал, говорил подходящее слово. Потому что все люди, так или иначе, стремятся получить ответы на вопросы. Ну, ведь отношения некоторых людей, да, они, бывает, что перестают вообще обращаться на помощь, и все ответы ищут самостоятельно. А так вот, как любая церковь, любая религия борется за души, так сказать, за веры людей, так и наши идеологические противники, они тоже сеют в смуту, разврат, насилие. Посмотрите, что происходит по телевидению. Что происходит в масс-медиа, в интернете. Стлошное насилие, убийство, наркотики. Вот. И, конечно, так сказать, школы, например, показывали сериал «Школа», да, который очень обсуждался. Одну гадость сплошную показывают, а школьники, дети, они это воспринимают как истину в последней инстанции. В чем-то им, нет, они в чем-то, понимаете, какая, опять же, информационное оружие. Они говорят какую-то правду, и в нее втыкают, так сказать, вносят ложь, она закладывается вместе с этой правдой, так как она подается в красивые окладки сверкающие, им нравится на кого-то походить, вот, кому-то там следовать, опять же, где-то вот, так сказать, быть на поверхности. То же самое, Дом-2, например, да, то же самое. Смотри, какое идет влияние. Что, с одной стороны, молодые люди виноваты, или мы можем использовать это слово, но, с другой стороны, тоже просто люди виноваты, что касается кризиса семейства. Особенно приятно то, что обсуждение этой темы принимает участие представители разных религий и разных христианских конфессий. Исповедуемых населения нашей страны, нашей единой страны. Тема действительно очень важная, актуальная. Проблемы семейства привлекают внимание общества последние несколько лет, наверное, последние десятилетия, чуть больше десятилетий, лет 15, по очень простой, понятной причине. И эта причина выражается такими простыми словами. Российская Федерация умирает. Вы знаете, что были годы, конец 90-х, начало 2000-х годов, когда ежегодно население Российской Федерации уменьшалось почти что на миллион человек. Это колоссальная темографическая проблема, которая стоит перед всем народом и которая приводит к тому, что по неволе задается вопросом, любой умный человек задается вопросом, Владимир Евгеньевич об этом уже говорил, сохранится ли Российская Федерация в таких границах, в каких она заключена сейчас? Удержим ли мы эти колоссальные территории? Единственный выход с депрессией, это я говорю, как психиатр, есть три вещи, которые все знают, но, как по нему слуху, возможно, слишком банально, вера, надежда, любовь. Все эти три вещи заключены в любой конфессии, в любой религии. Я думаю, что это краеугольный камень любой религиозного объединения религиозных тормозов. Я представляю Северный Кавказ. Я 15 лет работал в муфтиг-губадина Балканской Республики. Мы с вами знаем о том, что на Северном Кавказе семейные устойнии долго являются прочными. Институт семьи представляет практически в сакральную систему. Институт старейшин на Северном Кавказе имеет свою долгую историю. И сегодня институт семьи, институт старейшин, который вытекает, естественно, из института сохранения института семьи, в Северном Кавказе имеет еще свою устойчивую базу. Мы работаем с детьми разных возрастов, разных национальностей, из разных социальных слоев. Дети инвалидов, дети здоровые и дети творческих коллективов. И вот мы всем этим детям дали задание написать или нарисовать, о чем они мечтают. И мы никак не могли понять, во что вылиться мечты этих детей, живущих в совершенно разных условиях. И когда мы получили огромный дышок с их сочинениями, сначала было страшно, потому что непонятно, что делать с этим. Но проведя частутный анализ, получилась целая книга, в которой есть оглавление. И дальше, значит, все эти дети, о чем они мечтают? Они пишут о войне, которую они ненавидят. Они пишут о терактах, которые они не хотят. Они пишут о национальной жизни агрессии. Они пишут о своей, мечтают о хорошем доме, о семье. Они хотят иметь экологию нормальную, они учатся миносердию, они учатся в доброте, они пишут о профессиях разных. То есть в итоге эти дети, как оказалось, маленькие граждане нашей страны, видящиеся все недостатки нашего общества. Все они совершенствуют в обществе. И они предлагают совершенно, они обращаются к взрослым, думая, что мы не видим, что происходит. Они говорят, почему вот, если ворону поставить какой-нибудь зажим, то он бы не зарвется, они предлагают. Мальчик один пишет, что он мечтает, он из очень такой состоятельной семьи, он пишет о том, что он мечтает о том, где велосипеде невероятный маркер. А дальше он рассуждает. А если начнется война, и погибнет мой папа и мои друзья, то зачем этот велосипед? Я буду мечтать о мире. Они хотят построить приюты для бездомных животных. Они хотят всем ветеранам делать бесплатные операции. Они хотят женщин сделать красивыми, чтобы им были доступны одежда, модные. Они будут модельерами. Они просто невероятные души, которые смотрят на мир открытыми глазами. Я представляю организацию Центра детской дипломатии имени Саманта Смита. Эта организация еще родилась в центре Советского Союза. И, может быть, вы помните, когда вот эта девочка Саманта Смита, американская, написала нашему главе государства, что мы не хотим войны, что вы отдайте нам возможность. Дети могут лучше договориться, чем родные. И люди вот от нас придет, если мы договорились, то и вам будет делать нечем, будет нужно. Вот такие моменты. А он сюда приезжал, и вот этот приезд, огромную волну, у детства, и родилось такое огромное союзное движение детей. Вот я просто рассказываю, может быть, молодых людей, которые, может быть, и не помнят это. Вот и эта организация родилась снизу, получается. Мы вот стали как бы объединяющим центром, где вот эти все дети, все их пожинания и так далее исполнились. И даже вот наши ребята, когда вырабатывали сам документ, сейчас, господи, международный документ по защите прав ребенка. И наши дети туда нестили, участвовали в разработке и принятии этого документа. Вот такая декларация прав и защита прав ребенка, которая состоит из прав и из обязанностей. И вот вся наша деятельность с Американской Федерацией Мерсообразия, в честь которой мы являемся, мы вот в этом зале участвуем и проводим и конференции, и встречи по защите прав ребенка. И всегда напоминаем, что вот ваши права, как вот тут говорили, закачиваются там, где нарушаются мои права. Вот есть обязанность, есть обязанность по отношению к маме, к папе, к сестре, к брату, к ближнему, к соседу и так далее. И об этом надо помнить. Не совсем подтверждается счастье большому, по крайней мере, относительно тех результатов, которые мы имеем.